...то, чего так сегодня не хватает. Это радость, это отрадно, которое Серов дал себе обещание в этом году, в 1887 году, когда было написано «Девочка с персиками», писать сюжет. Так он был в Венеции, и здесь два эскиза, которые он выполнил в Венеции, и он написал в своей вести оттуда, что в нынешнее время пишут всё мрачное. Я хочу, хочу вот радость написать, пожалуйста. Вы не видели новое издание интернатное? Девочка с персиком сидит за длинным новогодним столом. Голубой огонь, я смотрю. Он стал совсем другим, а в эти годы он пытался добиться вот того эффекта непосредственной передачи солнечного света, впечатления от того или иного человека. Это очень сложно сделанный живописи, следуя традициям старых мастеров, которых он очень любил. Это портрет его двоюродной сестры Маши Саманович, сделанной в Диманханова, имени его друга Фонтервиза, который уже не несет на её систему. Академию не закончили? Не закончили. Он учился, учился в Лепино, потом учился в Академии художества Павла Чистякова. В Лепино жил, наверное, да? Да, да. Ему был шестер, когда в Татьюме, и мать ушла в народ, и вот Татьюме у него в Лепино, в маму двух, у всех разных людей. И, видимо, вот это стремление для того, чтобы завечневаться в своих работах счастье, то самое правильное, было результатом довольно сложной психологической ситуации, которую он был в детстве. Мать ушла в народ, но, тем не менее, она перезанималась нашим. Она добрала его в Палестике, в Мюнчу, и это довольно невозможность ознакомиться с меньшими работами в крупнейших запрещениях. Вы запрещены не верны, теорию запрещены не верны. Спасибо. Этот портрет покинул Россию в 1914 году. И действительно невероятное ощущение того, что ты просто находишься перед этой чудной женщиной с пушистыми волосами, с чудными цветами, действительно передается зрителям. Эта работа мне показывалась в России ровно с трудом. В 1914 году, в 1914 году, она была на выставке Серова посмертной, и мы ее получили из музея РСН. На этой выставке у нас около 300 экспонатов, и это 35 собраний, 29 недельных собраний в России. Четыре и все рубежа – это Франция, Армения, Дания и Белоруссия. Девять часов с вами. Это, например, один из вышедших ребенка. Он писал несколько людей, и он писал тех людей, с которыми он работал и встречался с каким-то очень ярким творческим личностям. Мы стоим под портретом Константина Коронова, у него есть несколько его друзей. И интересно, что Силов был невероятной силой портретиста, который изображал не только характер, видимо, портретик, сделанных в середине 19-го века. Он становится самым значимым, действительно, странным в середине 19-го века. А вы действительно взялись наше значение. Вы представляете, что это очень сложное. У меня в этом команде, потому что это очень важная вещь. Это очень важная вещь. Вместе с тем, что он становится самым популярным, модным и самым значимым гурским портретистом. Мы стали его представительным портретом на другом Владимире Барморова. Он писал его на другое, на конкурсах, на горе, на конкурсах, на горе. И, конечно, он превратил ее в такую статую, в один такой героический портрет. И надо сказать, что в другом Владимире Барморова, он очень точно принадлежал психологию человека. И каким-то образом он подугадывал, каким он будет через какое-то количество лет.